Так же, как и во всей стране, пинчане отмечают День защиты детей как праздник детства, благотворительности и милосердия. На одном таком мероприятии в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации города Пинска побывала наша съемочная группа. Это был необычный фестиваль радости, улыбок и талантов. Юные воспитанники многих учреждений образования города с особенностями развития и их сверстники собрались на площадке Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации на спортивный праздник с символическим названием «Вместе мы сможем больше». Эта площадка сегодня собрала более 80 ребят, как нашего Центра, так и учреждений образования города. Здесь присутствуют учащихся интегрированных классов города и здоровые сверстники. Помимо этого, нам всегда помогают волонтеры Полесского университета. Это наши давние друзья, которые всегда с нами сотрудничают, всегда помогают нам не только в организации, но и в проведении мероприятия. И это было по-настоящему здорово. Все ребята общались и получили ни с чем не сравнимые эмоции. А значит, сделан еще один уверенный шаг вперед, который расширит границы инклюзивного пространства города. Юных спортсменов приветствовали их добрые друзья. Председатель Пинской городской организации Белорусского союза женщин Валентина Кулак и директор Центра социальных решений Владимир Горох. Накануне главного праздника детворы они преподнесли прекрасные подарки воспитанникам центра. Пинская городская организация Белорусского союза женщин в рамках акции «Твори добро» продолжает делать хорошие дела. В преддверии Дня защиты детей мы традиционно пришли в наш городской коррекционно-развивающий центр и, конечно, пришли с подарками по укреплению материально-технической базы. Очень важно, чтобы у детей такой категории на улице было достаточно оборудования, где бы они могли полноценно поправлять и укреплять свое здоровье и, конечно, отдыхать. Мир один для всех. И вместе мы сможем больше. Это еще раз доказал спортивный праздник, где каждый чувствовал себя равным среди равных, а лица увлеченных играми ребят сияли искренними улыбками. Это результат огромной работы сотрудников центра. А главное, той заботы, которую сегодня проявляет государство о нашем главном достоянии – поколении будущего. И, конечно, участие в судьбе этих ребятишек неравнодушных людей. В нашем центре представители всех общественных организаций всегда присутствуют не только на наших мероприятиях, но и участвуют вообще в жизни нашего центра. За счет их была оборудована площадка, которую вы тоже все видели уже. Это подарен батут, подарен игровой комплекс Уксом города Пинска, подарена качеля с добротой по миру для детей-колясочников. Я благодарю всю общественность города, всех представителей, всех организаций, которые всегда поддерживают нас, помогают, приходят на наши мероприятия и не остаются равнодушными к данной проблеме. Толерантное, а значит доброжелательное и теплое отношение к детям с особенностями психофизического развития – вот главная примета сегодняшнего дня. И то, что каждый день жизни этих ребятишек согрет заботой и любовью – бесценное, высоконравственное достижение нашего общества. Все условия в Цикраире отличнейшие. Родители и я лично очень благодарны, что в нашем городе есть такое учреждение, где заботятся о наших детях. Они являются на государственном обеспечении. И кормежкой пребывания все у нас бесплатно. Дети все обеспечены всем необходимым. Тем более в городе спонсоры предоставляют нам свою спонсорскую помощь. И нашим детям приобретается много оборудования, спортивного, развлекательных, различных игрушек, развивающих. Ну и педагоги, конечно, молодцы, которые помогают нашим детям, знают, как с ними обходиться. Мы, как родители, очень благодарны нашему городу, что есть у нас такое учреждение и нашему государству, что оно платит за наших детей. Наше учреждение образования готовит много различных мероприятий, в том числе и спортивные мероприятия. Сегодняшнее наше мероприятие «Вместе мы сможем больше» помогает детям поднять настроение, познакомиться с другими учащимися, других учреждений образования. И масса эмоций, позитива, и поднимает настроение. А счастливый, улыбающийся ребенок – это наше будущее, это, скажем так, плоды и нашей профессии, и счастливые родители. Все мы люди. И если каждый хоть однажды протянет руку помощи маленькому человеку с ограниченными возможностями, возможно, проблем у него станет чуть-чуть меньше, а жизнь наполнится красками радостей. Я всех детей поздравляю с их праздником и, конечно, желаю, чтобы мамы, папы, взрослые помогали им укреплять здоровье, и формироваться для того, чтобы быть настоящими гражданами нашей независимой, суверенной Республики Беларусь.